Здравствуйте! В эфире первого городского программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Анна Николаевич. Смотрите сегодня в нашем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следственном управлении оригинального ОМВД завершено расследование уголовного дела в отношении двоих молодых людей, которые в августе этого года ограбили банк в поселке Чкаловск. Несмотря на то, что преступление было тщательно спланировано, план злоумышленников провалился в самый последний момент. Дерзкий захват отделения банка попал на видео. Подробности в нашем следующем материале. Двое мужчин молниеносно врываются в помещение. Работники банка, оценив обстановку, стали выводить посетителей через главный вход. Галина Андреева пытается удержать дверь, но это останавливает налетчиков. Угрожая пистолетом и электрошокером, они уложили женщину на пол. Слышим грохот сзади нас, ломают двери металлические, такой ляск. И женщина, кассир, начала кричать. После этого услышали команду лечь на пол. А это камера в помещении кассы. Налетчик разбивает хрупкую дверь и за несколько секунд проникает в кабинет. Без церемонии он хватает всю попавшуюся на глаза наличность. В двух рюкзаках он унес 7 миллионов рублей. Возле трансформаторной будки грабителей ждал мотоциклист. Злоумышленнику не хватило доли секунды, чтобы нажать на газ и скрыться. В итоге молодой человек и его приятели оказались в следственном изоляторе. А деньги вернулись в банк. Они побросали все сумки, документы, все бросили и начали бежать просто. Они не успели, наверное, завести свой мотоцикл, чтобы уехать. Все произошло очень быстро. План нападения был отработан до мелочей. Уже на следствии подозреваемые признались, что готовились к преступлению полгода. Они в поселке Чикаловском подошли к данному Сбербанку, спилили навесные замки на железных решетках, поставили свои. Для совершения преступлений они купили для этого мотоцикл, тщательно продумали путь отступления. Все подготовительные работы к преступлению злоумышленники осуществляли в робе коммунальщиков, а свою территорию оградили специальной лентой. Поэтому никто им не задавал никаких вопросов, мол, трудятся себе и трудятся. Однако все эти ухищрения обвиняемым не помогли. В ходе разговора с данными лицами последние пояснили, что тщательно готовились к данному преступлению и длительное время. И были удивлены, что так оперативно сработали сотрудники полиции и оперативно их задержали. Оба обвиняемых полностью признали свою вину в разбойном нападении и раскаиваются в содеянном. В ближайшее время они предстанут перед судом. Светлана Федорова, Анна Николаевич, специально для места происшествия. 31 октября почти 20 килограммов наркотиков сгорели в специализированной печи в Калининградской области. Наркополицейские привели планы уничтожения запрещенных веществ. Что происходит с наркодоказательствами после вынесения приговора, узнавала Екатерина Степанова. Почти каждые три месяца сотрудники госнаркоконтроля проводят подобные мероприятия. Чаще всего по решению суда вещественные доказательства в виде наркотических средств подлежат уничтожению. И в этот раз работы было много. Кроме самих запрещенных веществ в коробках лежат и сопутствующие материалы. Бутылки, шприцы, весы и даже черная бухгалтерия. Тут видите, злой Петя, все наши пацаны. Все наркотики заново взвешиваются. Есть здесь и небольшие дозы, и целые срубленные плантации. Управлением наркоконтроля был пресечен ввоз на территорию региона более двух килограмм героина. Иностранный гражданин пытался провести наркотик для дальнейшей продажи. Суд осудил мужчину более чем на 15 лет, а наркотики подлежат уничтожению. После пересчета всех вещественных доказательств по уголовным делам, наркополицейские отправляются далеко за город. По известным причинам, место сожжения наркотиков строго засекречено. Но нам удалось поприсутствовать при этом в мероприятии. Мы находимся у высокотемпературной печи для обезвреживания опасных и особо опасных отходов. Температура внутри нее приблизительно 900 градусов Цельсия. При таких условиях подобная коробочка сгорит буквально за 5 минут. Дым, выходящий из печной трубы, уже безопасен для окружающей среды. После обработки огнем от первоначального веса остается лишь 3% в виде чистой золы. Все отходы захоранивают в специализированных местах. Это плановое уничтожение наркотических средств и психотропных веществ. Было уничтожено более 18 килограмм наркотиков. Все они проходили по уголовным делам и являлись вещественным доказательством. Все наркотические средства и психотропные вещества были изъяты у наркоторговцев в момент их личного досмотра или обыска, который проходил у них на квартире. В этот раз огнем было предано почти 4 килограмма марихуаны, более 2,5 килограммов героина, более 1 килограмма наркотического средства метилдиоксипироволерол, а также 1,5 килограмма амфетамина, более 1 килограмма наркотического средства гашиш и почти 8 килограммов метамфетамина. Все эти наркотики проходили в качестве вещественных доказательств по 53 уголовным делам. Общий срок наказания по вынесенным приговорам составил 295 лет и 3 месяца. Екатерина Степанова, Максим Кириченко, Екатерина Калиниченко. Специально для места происшествия. С диджейской стойки в камеру следственного изолятора сотрудники управления уголовного розыска задержали известного среди клубной молодежи диджея Акрила. Своё музыкальное творчество в одном из клубов он успешно сочетал с распространением и производством наркотиков. В гостях у диджея Кирилла отнюдь не поклонники клубной музыки, хотя автограф кое-где ему всё же придётся оставить на протоколах допроса и обысков. Накануне сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека за сбыт марихуаны. Как оказалось, это был далеко не единичный факт. В ходе проведения дальнейших обысковых мероприятий по месту жительства данного гражданина было изъято ещё 200 грамм аналогичного наркотического средства. Дополнительным заработком его являлось выращивание наркотического средства марихуана по месту жительства и дальнейшее его распространение посетителям ночного клуба. В социальных сетях разнообразие сценических образов молодого диджея. Казалось бы, что могло заставить популярного в своей среде музыканта рискнуть поменять гламурные реквизиты на тюремную робу? Всё остальное следствие от бабушки. Лёгкий ремонт я уже начал. Соответственно, требовались ещё дополнительные финансовые средства. Вряд ли эти доводы убедят судью смягчить переговор. Но зато срок отбывания наказания он вполне сможет скоротать за сочетанием новых музыкальных произведений. Например, «Реквием по свободе». Алексей Колодкин, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. За сутки в Калининграде произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Самые серьёзные из них смотрите далее. Утром 31 октября на улице Емельянова водитель автомобиля «Форд» сбил женщину, переходившую нерегулируемый пешеходный переход. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил ушибы и сотрясение мозга. Второе ДТП произошло поздно ночью на улице Гайдара. 66-летняя водитель автомобиля «Пижоне» справилась с управлением и врезалась в бордюр. Женщина, закрытая черепно-мозговой травмой, была доставлена в БСМП. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...